Так, сейчас я без косметики вообще, сейчас немножко нанесу блеска и начну кино. Короче говоря, сегодня так быстро я могла накраситься, даже за 3 секунды, но думаю, видео я запланировала. Я запланировала такое видео, моя коллекция ароматов Эйвон и бутылочек от Эйвон. Я знаю, что у меня намного больше, но вот взяла вот то, что взяла. Все началось с того, что я провела вот такого вот олененочка. Кайф! И этот аромат я точно знаю, что он называется Sweet Charity. И у меня такой же был вот именно такая вот как бы ванночка для купания птиц. Куда она делась? Я не знаю, она у меня здесь была где-то. Вот не могу найти, все. Бывает такое. А потом, бас, находится. И думаю, ладно, покажу, что у меня есть в коллекции. Начала искать, короче, нашла только вот это вот изделие из стекла. Колокол такой, это новый. Сюда, кстати, можно заливать какой-нибудь парфюм, какой-нибудь сплаш и нюхать. Он до сих пор пахнет каким-то ароматом, вы знаете, а-ля из прошлого, 70-х, из моего детства. То есть, видимо, ароматы как-то были похожи. Вот этот аромат называется Crystal Sun Sonnet Cologne Avon Point Claire Quebec. Значит, так называемый авон американский. Делали не только в США, но и в Квебеке, Канада. В общем, посмотрим, на что это способно. То есть, тогда я это нюхала, мне казалось очень такое, как бы, слишком древнее. А сейчас мне пахнет мужским одеколоном брут. Кстати, мужской одеколон брут до сих пор в цене у многих мужчин за свою брутальность. А это для женщин, представляете? Дальше. Такой вот у меня бутылечек. Это вот из прошлого, наверное, скорее всего, это 50-е. Мне нравится то, что это настоящий хрусталь. И вот такие выбитые розы или какие-то цветы. По-моему, даже въенок какой-то. И шикарный стоппер. Вот такой вот. Ну, прелесть. Вот такие вот бутылечки стояли на комоде или, как говорят здесь, вэнити. То есть, такое ярмарка тщеславия для девочки или для женщины. И всякие бутылечки. И недавно, вернее, как недавно, уже приличненько, у меня появился аромат от Эйвен Одиссей. Вот такой вот. Знаете, он довольно-таки современный. Вот сухие духи все-таки актуальны. Не знаю почему. Когда я его нюхаю, мне напоминает что-то вот из школы. Но когда я наношу, он мне не отдает стариной. Он просто вот какой-то необычный, ни на что не похожий Одиссей. У кого есть такие вот сухие духи, поднимите руки. Что-то у нас нарисовано. Made in USA. Сделано в США. Одиссей. 6.9 грамм и так далее и тому подобное. Если кто-то помнит, у нас были сухие духи Елена. Такие вот в помаде. И там такие цветочки на колпачке. Такое вот что-то такое. Такое вот школьные годы. Такое прекрасное время. В общем, такой у меня клип. Как бы про старину. То, что у меня сейчас. Вот хочу вот просто избавиться. Хочу поставить этого олененка куда-нибудь в шкаф. И замутила вот это видео. Думаю, покажу свои Эйвены. У многих женщин, допустим, в кино. Я смотрю американское кино. У них обязательно какой-нибудь бутылечек от Эйвенда найдется на столике. А у меня почему-то на столике оказался вот такой вот бутылечек. Но это как бы... Это 80-е. Это не та пора. Но тем не менее. Вот этот Lady Shanghai. Мне напоминает уже послешкольное время. И он мне напоминает немножко опиум. Но с другой стороны, мне он напоминает пожухлые листья. Какие-то вот медовые ноты. Такой необычный. Но он, кстати, совсем не сочетается вот с этим вот Одиссеем. То есть Одиссея, он больше какой-то горьковатый. А это вот такой сладковато-пожухлые листья. Вот так вот. С медом. Вот. Это я сделала. Я еще купила такой журнал. Ой, где он? Винтажный. То есть он как бы не совсем винтажный, но уже почти становится винтажным. 2012 года. Но все-таки это почти сколько? 12 лет назад. И я тут читаю статейки. И, казалось бы, совсем недавно, а вот прочитаю про бьюти-трендс. Про тренды красоты. В 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х. Почему-то в России говорят нулевых. То есть как бы берут все, обнуляют и по нулям. Ну ладно. Значит, в 70-е что было? Диско. Были очень модные афро вот эти прически. И, кстати, я смотрю, сейчас 2024 они возвращаются. Я на многих вижу. Ну как, по крайней мере, вот здесь. Глэм. Панк. Мидпарт. То есть любители дискотеки, аэробики, глэм. Ну вот тут вот есть. Как его? Слушайте, вызов. У меня вылетает из головы. Который. Ну его разные глаза. Один синий, другой зеленый. В общем, забыла, слушайте. Позор мне. Дальше. В 80-е. В 80-е ценились вот этими вот итальяночками. Взрыв на макаронной фабрике. Так и назывались. Биг Хэр. То есть большие волосы. Или Эксесс Мэйкап. То есть вот. Это Грейс Джонс. Певица. Дальше что у нас? Такие толстые брови. Фулл Брауз. Нью Вейв. И Новая волна в музыке. Ну это вот Бой Джордж. Кама-кама-кама. Камелеон. Что такое? На-на-на-на. На-на-на-на. На-на-на. То есть. Такие вот детские челочки. Боиш-катс. Такие стрижечки под мальчиком. Браун липстик. Ой, это я помню. Коричневые помады. У меня, кстати, целая палетка коричневых помад есть. И с тех времен. Не начатое. Я все как-нибудь хочу показать. И даже один раз показала. Но, по-моему, надо еще как-то. Значит, гранж. Стиль гранж. Вот это Кортни Лав. Которая на наркотиках. Которая жена Корта Кобейна. Который застрелился. Вот. И Рэйчел из этого. Фрэнс. Вот она. Что тут у нас. То есть. Лейерс. Вот эти вот. Волосы разных цветов и длин. И двухтысячные. Значит. Вот это очень модная стрижка. Боб Каре. Потом стали модный экстеншн. То есть. Продлевание волос. Вот как у Бритни Спирс. Джей Лоу Глоу. То есть. Дженнифер Лопес. Глоу. Это такое все. Такое светящееся. Потом. Мейджи Лашес. Огромные ресницы. У Бейонс. И. Такие вот. Волосы. Колорирование. Коричневого. В разных цветах. Называется. Омбре. Пер. Вот такие вот. Тренды. На моду. И так далее. И тому подобное. В общем. Создала видео. Как бы. Со всех. Эпох. Квадрат. На этом. Заканчиваем. Мне нужно еще. Кое-что. Успеть. Заканчивая. С вами переговоры. С вами была. Ваша Силва Батафлай. Серебряная бабочка. Пока-пока. Я полетела.